Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях министр охраны природы республики Саха-Якутия Сахамин Афанасьев. Сахамин Иланович, я вас приветствую. Добрый день. Вы подготовили проект по созданию федерального заказника «Новосибирские острова». Этот проект находится уже в правительстве страны. Скажите, когда он будет подписан и какие изменения будут в связи с этим документом? Ведь известно, что на островах ведется добыча мамонтовой фауны. И после подписания этого документа будет ли запрещена эта деятельность на островах? Работа эта начата в 2013 году по инициативе республики Саха-Якутия. И Русское географическое общество отметило уникальность Новосибирских островов. Острова находятся в составе ресурсного резервата «Лена-Дельта». И специалисты совместно с Министерством природных ресурсов и экологии внесли предложение, чтобы повысить статус до государственного природного заказника. Данная работа уже приходит к концу. Межведомственную комиссию возглавлял Алексей Петр Николаевич. И действительно, проект нормативного акта Министерства природы Российской Федерации внесен в правительство Российской Федерации. Проектом предполагается создание государственного природного заказника «Новосибирские острова». Площадь составит 8 миллионов 400 тысяч га. Преимущественно входит группа островов Анжу и Делонга. За исключением островов Большой Ляховский и Малый Ляховский. Вообще надо понимать о том, что государственный природный заказник – это особая форма особо охраняемой территории. Если, допустим, природный заповедник предполагает охрану всего комплекса природных средств, то заповедник только части. В нашем случае это острова, морская акватория и объекты животного мира. Лаптевский вид моржа, белый медведь – основные виды, которые будут подпадать под охрану. А то, что касается промыслов, будет принято положение о государственном природном заказнике «Новосибирские острова». Конечно, научная деятельность по изучению палеонтологических остатков будет проводиться. Но ни в коем случае хищническая добыча, использование мототехники, мотопомп и так далее, остатков мамонта и фауны – это будет исключаться. – Ну и хотелось бы все-таки узнать по поводу площадей охотничьих угодий, которые будут предоставляться гражданам, которые не будут на безвозмездной основе предоставляться. И какая площадь земель в общей сложности на данный момент закрыта с учетом охотугодий под гектары? – Очень хороший вопрос. В республике охотничье хозяйство представляет 365 охот-пользователей. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица, ну и община КМНС. Преимущественно они ведут промысел пушного зверя и дикого северного оленя. И вообще под охот угодий в республике закреплено 131 млн 514 тысяч гектаров. В связи с введением изменений в 119 федеральный закон, глава республики, чтобы защитить права охот-пользователей, принял два указа. Первый указ – это от 29 сентября 2017 года, номер 2123, об установлении максимального размера площади территории охотугодий, границах которых граждане не могут получить земельные участки. И такой размер определен в размере 5%, и где охот-пользователь провел внутрихозяйственное охотустройство в размерах площади абсолютных зон, абсолютного покоя. Также второй указ от 9 октября 2017 года, номер 2140, о территориях, границах которых, в целях сохранения охот-ресурсов, гражданам не могут выделяться земельные участки. И площадь определена, которая не может выделяться под реализацию проекта «Дальневосточный гектар» в размере 1 млн 269 тысяч га. Все эти участки внесены в ФАИС на Дальний Восток, и по ним получается обременение. То есть на этих участках охот-пользователи могут устроить свою инфраструктуру и вести свою основную деятельность. В октябре этого года, да? Да, два нормативных акта приняты в конце сентября и в начале октября. Сахамин Миланович, хотелось бы узнать такой еще вопрос. На данный момент общественность волнует строительство метанолого завода в Мегино-Кангаласском районе. Ученые же заявили, что грунт в этом месте не подходит, так как там интенсивное таяние вечной мерзлоты происходит. Вопрос в чем? Есть ли возможность перенести месторасположение этого будущего завода, ну, к примеру, в Южную Якутию, там, где нет вечной мерзлоты? Вопрос понятен. Независимо метанольный завод, жилое здание, детский сад или школа, либо производственное помещение, есть существующие строительные нормы и правила. Они приняты еще в 88-м году, который регламентирует как раз строительство оснований и фундаментов в вечно мерзлых грунтах. На основании вот этих строительных норм и правил как раз строился город Якутск, другие объекты в Центральной, Западной Якутии, в Южной Якутии, где учитывается как раз мерзлотый режим почв. И вообще проектирование, размещение объектов, строительных объектов, зданий и сооружений без геологических изыскательных работ на конкретной площадке не проводится. А изыскания должны учитывать местные условия, режим охраны окружающей среды и опыт проектирования данных объектов на территории конкретного региона, либо муниципального образования. То есть, если будет приниматься решение по размещению объекта метанольный завод в Мегино-Кангаласском улусе, допустим, то проектант должен заказать изыскательский работ на конкретной площадке, на промплощадке, где будет размещаться сооружение, здание сооружения данного комплекса. И только при положительном заключении геолога изыскательских работ о том, что можно возводить основания, фундаменты на этих почвах, то проектировщик приступает к проектированию объекта. То есть, это будет исходить от конкретных изыскательских работ на конкретной местности. А сколько может занять это по времени? По времени изыскания и проектирования плюс государственная экспертиза, как опыт показывает, проводится в течение двух-трех лет. Это очень серьезная процедура. И буквально за месяц, за два, за полгода провести все виды этих работ не получится. Вопрос следующий. В природном парке Ленские столбы в 2015 году, когда случился пожар, выгорела часть массива, и это, к сожалению, портит вид. Что-то изменится и когда? Вопрос очень острый. К сожалению, этот пожар случился по вине конкретного человека, туриста. Опять же, были не соблюдены правила пожарной безопасности нахождения в лесах. То есть, это пресловутый человеческий фактор. Это не естественный источник, то есть сухая гроза, а как раз негативное воздействие конкретного человека. Администрация парка работает над этой проблемой. И в весенний период 2018 года как раз будут проведены соответствующие работы. И сухостой, который образовался после пожара, он будет убран. И там планируют разместить соответствующую площадку для обзора туристов. Я хочу дополнить вопрос. Ленские столбы ожидают очень хороший период. Мы завершаем работу по созданию национального парка, единственного национального парка республики Саха-Якутия. Решение о принятии статуса национального парка принял Путин Владимир Владимирович еще в 2011 году. Шесть лет ученые, общество, экологи работали, чтобы обосновать и получить этот высокий статус. И надеемся в этом году, в год экологии, получить статус национальный парк Ленской столбы. Насколько увеличивается в последние годы поток, туристский поток в природной охраняемой территории, помимо Ленских столбов в том числе? У нас шесть природных парков. Это Ленские столбы, Синее, Мома, Усть-Вилюйский, Колыма и Живые Алмазы-Якутия. Статистика посещения туристами показывает о том, что динамика положительная и идет рост повышения посещаемости. Это за счет узнаваемости этих объектов, за счет создания соответствующей туристической инфраструктуры. Допустим, если Ленские столбы посещало за летний период 10 тысяч туристов, то за этот период посетило 16 тысяч туристов. Хорошие перспективы имеют природные парки Синее, это в Горном Устье, и Момский парк. Живые Алмазы-Якутия, это в Мирницком районе, являются общим любимым объектом всех Мирниццев. Это, по сути, рекреационная зона, где после тяжелого труда Мирницы любят отдыхать. Потенциал очень высок наших природных парков. При введении в эксплуатацию соответствующей туристической инфраструктуры, мы думаем, туристический поток увеличится вдвое, даже втрое. Сахамин Миланович, у нас остается не так много времени, но хотелось бы коротко узнать, будут ли созданы какие-то новые экологические туристские маршруты, и если да, то где и когда? В планах есть. Я вот не зря назвал природные парки. Они являются жемчужинами республики Саха-Якутия. Они имеют все зоны традиционного предопользования, где можно проводить экологический туризм. И все они имеют уже новые маршруты, экологические маршруты. И в целях привлечения туристов с 2018 года они будут внедряться. И в этом году, наверное, слышали, тропа Кенкамя, это ресурсный резерват на границе города Якутский горного луса. То есть туристический поток, он требует, чтобы появлялись новые маршруты. Спасибо, Сахамин Миланович, вам за содержательную беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, у нас в гостях был министр охраны природы республики Саха-Якутия Сахамин Афанасьев. Всего вам доброго, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин